всем привет друзья сегодня у меня обзор на вот такую вот fpv камеру это камера foxer hud 600m с магазина flymod.com итак сначала немного теории камеры бывают двух видов cmos матрицы и ccd матрицы а также на камерах используются различные процессоры например на большинстве наверное процентов на 90 бюджетных fpv камер используются матрицы типа cmos на неизвестном процессоре в этом случае камера будет очень плохо себя вести при работе в условиях низкой освещенности а также при быстром переходе от яркого света к темному то есть если нос квадрокоптера вместе с камерой поднимаются на солнце то землю вы при этом абсолютно перестаете видеть и наоборот если вы смотрите на землю то вам абсолютно не видно что происходит сверху а также время перехода от светлого участка к темному составляет примерно одну секунду это конечно очень долго за это время реально можно влететь какое-нибудь дерево для примера на матрице ccd время перехода конечно намного быстрее но это также не идеальный вариант потому что на ccd матрицах есть задержки ранее летал я на такой вот камере это камера построена на чипе sony ff по моему вот такой вот у нее чип здесь используется я считал что эта камера предел мечтаний то есть она довольно таки неплохо работает на самом деле у нее есть режим vdr в котором она одновременно просчитывает и яркие темные участки и в общем то одновременно на экране реально поместить и яркое солнце и темной земли все это будет выглядеть примерно одинаково то есть можно будет без проблем летать в условиях яркого солнечного света и это никак не будет влиять на качество полета то есть вы будете одновременно видите небо и солнце но как оказалось на камере построена на процессоре sony ff довольно приличная задержка поэтому я все-таки решил купить себе нормальную камеру и так переходим камере вот в такой коробочке на поставляется купил я ее на fly моде потому что цена точно такая же как в китае но по крайней мере ее не нужно ждать значит в комплекте инструкция на английском языке останавливаться на ней не буду покажу все нюансы по настройке данной камеры самостоятельно далее в комплекте идет вот такой вот кабель для подключения камеры к видео передатчику вот такая вот скоба с помощью которой можно будет эту камеру установить на квадрокоптере собственно сама камера она имеет миниатюрный размер и поставляется вот с таком от пластиком корпусе кстати камера реально довольно легкая и даже то что на ней одет пластиковый корпус на вес это особо не влияет она не тяжелее чем любая другая обычная камера и также в комплекте идет вот такой вот fpv пульт принципе комплектация довольно таки немаленькая значит по самой камере размер очень миниатюрный ее реально используют на любом микро квадрокоптере например я уже использую такую камеру на 180 и очень очень рад этой камеры буду далее объяснять почему и так разъем у нее находится здесь верхний контакт это osd далее видео выход земля и питание от 5 до 22 вольт так пока ее закрою переходим к пульту пульт имеет вот такой вот 5 позиционный джойстик для управления есть разъем для видео выхода разъем для подключения питания и опять же разъем с помощью которого можно будет подключиться камере и так для начала подключаю камеру к разъему далее возьмем монитор и будем сейчас подключать эту всю конструкцию к монитору чтобы посмотреть какие возможности какие настройки имеет данная камера и так подключаю камеру к монитору и подключаю внешнее питание так камера включилась вот такие вот яркие насыщенные цвета у нее в стоке и сразу отмечу отличную скорость реакции задержки абсолютно никакой нет и далее в обзоре я постараюсь замерить задержку данной камеры и сравнить ее с какими-то другими камерами и так смотрим как камера реагирует на смену освещенности сейчас я направил ее на стол на яркий свет поднимаю вверх и она мгновенно перестраивается и в общем то даже если направить камеру непосредственно на яркую лампу в принципе довольно таки неплохо видно потолок и стены которые находятся сразу за лампами скорость перехода просто обалденная сейчас позакрываю объектив скорость перехода от яркого к темному свету составляет менее чем четверть наверное секунды очень быстро в общем то я только успеваю открыть камеру как она уже настроилась на нормальное освещение и так попробуем зайти в меню значит нажимаем на центральную клавишу на кнопке появляются вот такие настройки сейчас немного увеличу первый пункт это настройка линз тут стоит мануал трогать не будем заходим следующий пункт есть возможность поменять яркость давайте сделаем немного выше яркость в общем-то регулировка яркости я пользоваться вам не советую я советую активировать функцию dvdr итак я ее активировал и вы можете видеть разницу темные участки по краям изображения становятся также светлыми хорошо проработанными сейчас попробую камеру направить вверх примерно вот так вот и включаем dvdr отличная проработка деталей в темной зоне при том что камера фактически направлена на ярко освещенную стенку но прорабатываются детали по всему кадру и даже вижу надпись на коробке с телефоном при том что если выключить dvdr то это надписи почти не видно вот такая разница опять же повторюсь что на улице это будет еще более заметно и честно говоря я просто не представляю как можно летать на гоночном квадрокоптере без включенной функции dvdr на fpv камере заходим настройки здесь можно кстати увеличить или уменьшить значение dvdr от минимального до вот такого максимального значения поставлю почти максимально возвращаемся назад так оставляю пока эти настройки в таком состоянии следующий пункт подсветка здесь имеется возможность установить блокировку ярких объектов сейчас покажу как это происходит вот таким вот образом самые яркие объекты в данном случае две лампы блокируются черным цветом и таким образом они вам не будут мешать при впервые полетах при использовании данной камеры по назначению на квадрокоптере черным цветом будет блокироваться только солнце и это довольно такие удобная функция но я думаю что все таки я ее включать не буду далее идет баланс белого оставлю на авто далее идет режим переключения день ночь оставлю в режиме цветной чтобы камера автоматически не переключалась черно-белый режим опять же она будет переключаться в черно-белый режим но только в условиях наверное полной темноты далее настройки special здесь наверное ничего интересного я не вижу для наших целей версия камеры и дальше идет пункт настройка изображения есть еще один пункт который также отвечает за проработку темных каких-то участков принципе наверное ставлю его включенным так контраст попробуем сейчас добавить контраста наверное оставлю примерно на таком значении далее идет пункт четкость добавлю на максимальную четкость эта функция также меня очень радует то есть вы можете добавить четкости для того чтобы лучше различать различные мелкие ветки так но принципе здесь также все переходим к следующему пункту здесь ничего не трогаем язык английский ну и в общем то это все настройки но насколько помню здесь тоже в каком-то из пунктов можно будет установить настройки цветов вот они настройки попробуем сейчас активировать усиление цветов вот такие вот насыщенные стали все цвета очень круто на самом деле и советую использовать эту функцию так как большинстве камер ее нет и цвета у них блеклая примерно вот такие вот как видите вы их сейчас но при использовании этой камеры и при использовании функции цветового насыщения можно реально добавить цветов и как-то картинка будет выглядеть намного приятнее чем на других камерах в принципе по настройкам это все сохраняя настройки и так друзья перезапишем результат для фоксеровской камеры установил я значение до одной тысячной секунды и нажимаю на вот посмотрим еще раз какая будет задержка думаю этого будет вполне достаточно вот такая вот задержка вышла у данной камеры в общем то посмотрим конечно на видео какие результаты выйдут я пока еще не знаю что получилось показать вам но думаю что разница будет на самом деле сильно заметно всем спасибо за внимание друзья это был тест вот такой вот камеры по foxer hat 600m отличная камера из fly mode .net советую к покупке тем кто решил серьезно заниматься fpv спортом и fpv квадрокоптерами так как на обычных камерах все-таки чувствуется задержка в реакции мои все друзья сейчас переходят на данную камеру также я себе заказал две штуки для установки на свои самые быстрые квадрокоптеры к я в 210 и rc 182 кстати к я в 210 вот в таком вот состоянии у меня сейчас находится я меняю на нем раму после серьезного краша я ее сломал но думаю что новая рама все-таки будет немного прочнее чем та которую я использовал ранее опять же обратите внимание здесь использую различные элементы сделаны на 3d принтере выглядит это прикольно но также буду надеяться что это будет выполнять реальную защитную функцию значит по поводу стоимости друзья стоимость данной камеры в районе 35 долларов на fly моде и и это в принципе стандартная цена точно такая же цена как в китае на различных других магазинах поэтому я советую к покупке она в наличии на fly моде заказывайте и летайте по данной камере опять же напомню в чем фишка данной камеры кроме того что она имеет множество различных настроек она имеет отличную ccd матрицу и она имеет быстрый современный процессор который позволяет добиться минимальной задержки в районе 5 миллисекунд именно на такой результат я рассчитываю в данном тесте всем спасибо за внимание друзья ссылочку на покупку данной камеры укажу в описании под видео сейчас посмотрим как она снимает видео на улице я постараюсь записать какой-то ролик для вас увидимся в новых роликах друзья до новых встреч субтитры делал DimaTorzok и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!